Так, и тема сегодняшней лекции это продолжение работы с сокетами, но в данном случае не только с сокетами, а еще и с вводом-выводом. Давайте вспомним, что такое сокет. И просьба выключить микрофон, если вы не говорите, не задаете вопросы. Что такое сокет? Это, по сути, некоторый файловый дескриптор. Файловый дескриптор это некоторое целое число, которое однозначно дефиксирует некоторый объект ввода-вывода и с ним можно вытворять все, что можно делать с обычными файловыми дескрипторами. Как мы получаем такие файловые дескрипторы и как мы можем обработать ситуацию, когда у нас получается таких дескрипторов много? Вот, рассмотрим обычный сервер, который делает что-то очень полезное, серверы бывают разные, например, веб-сервер, или это может быть SSH-сервер, телнет-сервер, куча разных полезных применений. Что нужно делать сервер? Мы должны создать сокет. Затем этот сокет связать с каким-то именем. Что такое имя сокет? Это либо пара двух чисел IP-адрес плюс номер порта, либо просто какое-то локальное имя файловой системы, если это UX-сокет. Затем, если мы планируем не подключать к кому-то, а сами принимать подключение, то нужно переключить режим прослушивания, создать очередь на входящем подключении. После чего брать по одному соединению и уже дальше использовать стимулировый ритм в рай для того, чтобы общаться. Это все хорошо, когда у вас клиент один. Что, если клиентов много? Здесь возникает проблема, что у нас есть какие-то блокирующие операции в нашей программе, а именно. Вот, системный вызов ритм в рай. Как они себя ведут? Например, системный вызов ритм пытается что-то прочитать, пока данные есть, а системный вызов ритм пытается записывать, пока есть место в гуфе. Когда вы говорите, взаимодействуйте ровно с одним клиентом, то все хорошо и замечательно, если клиентов несколько. Какая проблема возникает? И начали работать с одним клиентом. Все остальные клиенты, что должны делать? Наверное, должны подождать. Что не очень хорошо. Какой же это сервер, если он работает только один на один, хотя должен работать самым? Какие тут варианты решения и пробега? Самая простая очевидность того, что вы уже знаете, уже имеете, это сделать форк. После того, как примите очередное подключение, почему форк будет работать? Потому что при создании копии процесса у нас некоторые атрибуты процесса не следуются в начальном процессе, в том числе открытые файловые дискрипты. То есть, если вы принимаете подключение, после этого делаете форк, то родительский процесс может смело принимать следующие подключения от новых клиентов, а дочерний процесс уже взаимодействует непосредственно с тем клиентом, ради которого он был создан. На самом деле, это очень распространенная практика. Многие серверы так и работают. Это достаточно надежный механизм, потому что если дальше в процессе работы с каким-то отдельным клиентом у вас возникнут какие-то проблемы, которые могут привести к всяким нехорошим последствиям, вплоть до сегментейшн фолд, то другие клиенты вас просто не заметят. Вы в каждом процессе общаетесь с одним клиентом, все, между собой процессы никак явным образом не связаны, и клиенты не мешают друг другу, есть полное изоляция. Но, правда, здесь, если все-таки логика подразумевает, что вы должны как-то организовать взаимодействие ваших клиентов, то простым способом это не сделать, то приходится уже придумывать всякие обходные пути и межпроцессное взаимодействие. Так, в принципе, как избавиться от проблемы межпроцессного взаимодействия, которые возникают при работе с несколькими клиентами. Кроме процессов, есть еще такое понятие, как легковесные процессы, их еще называют треды, их еще называют нити. Так, вот у вас еще идет параллельно курс теории практики новопоточной синхронизации, в этом уже успели изучить такое понятие, как поток. Знаете, что такое. То есть в рамках этого процесса вы можете создавать несколько потоков, и, в принципе, все клиенты, вы все клиенты можете обрабатывать в отдельных потоках. Здесь решается проблема межпроцессного взаимодействия, которое не нужно. Так добавляются много других проблем. Мегопоточная синхронизация, но это иногда решать проще и комфортнее по части отладки в частности. Но, опять же, здесь не решается основная проблема с большим количеством подключений. То, что у вас на каждое подключение должна быть одна задача. То есть когда он включает поток, и чем же это плохо? Плохо это тем, что это тяжело. Что процесс, что поток, они достаточно тяжелые сущности. Кстати, по поводу того, как это все реализовано. Вот такая схема классическая, как сейчас в данном слайде, это обычный веб-сервис под названием веб-патч. Схема веб-патч. То есть чем плохие процессы и потоки, в общем-то, тоже. То, что при создании процесса или потока вам требуется создать новую сущность планировщика заданий, это подразумевает как создание новой сущности планировщика заданий, так и выделение памяти. Поскольку, как минимум, у каждого потока, тем более у процесса, есть выделенная область памяти, которая называется стек. По молчанию, в большинстве Linux-систем размер стека это восемь мегабайт. Можно, конечно, сделать поменьше. Для процессов не устраивается через Ulimit. Для потоков это тоже можно настроить и сделать это сильно меньше. Но, тем не менее, если у вас количество клиентов, это десятки, то такой подход, он вполне себе приемлем. Если у вас количество клиентов уже исчисляется тысячами, то это становится очень здоровым. Ну и, как можно эту проблему решить? Я как-то уже упоминал, что файл-дескрипторы могут быть неблокирующими. Основная проблема в чем? У нас есть две стадии, которые тормозят взаимодействие с другими клиентами. Во-первых, это система вызова Read&Write. Во-вторых, есть у нас еще система вызова Accept. Read&Write у нас блокируется, если нет данных от клиента. То есть вы работаете с медленным клиентом, например. А Accept у вас будет блокировать всю цифровую выполнение в том случае, если у вас не поступает новых подключений. Вот, если все это сделать неблокирующим, то, казалось бы, мы можем эту проблему решить. И как эта проблема может быть решена? Есть такой замечательный заговорочный файл из некоторых нечитабельных букв, потому что там название только согласный, ни одногласный. Эфси и НТЛ. Название очень страшное. Рудимент еще в 70-е годы, когда экономили каждый символ. Файл control – это просто такое сокращение. И там есть одноименный степный вызов. Но, на самом деле, заговорочный файл вы видите достаточно часто, когда открывали файлы. Собственно, на системе вызов Open он там же и объявлен. Вообще, работа с файлами-дескрипторами – это не только открытие файла, его закрытие, но и изменение каких-то параметров. В частности, что вы можете сделать с файлами-дескриптора? Вы можете создать его код с помощью системы вызова DAT или DAT2. Вы можете установить блокировку на файл с помощью системы вызова FLOG. И, хотя есть отдельный системный вызов, которые это делают, просто по соображениям совместимости, многое из этого можно реализовать как гипотичным искусственным функциям поверх всего лишь одного, по стеновым вызовом FileControl, который просто берет некоторый аргумент файловый дескриптор, какую-то команду, что нужно сделать, ну и, возможно, какие-то аргументы, если они есть. И, в частности, FileControl нам может быть полезен для того, чтобы узнать флаги открытия файла и, возможно, установить какие-то ноты. Ну, какие вы помните флаги? Флаг только для чтения, флаг только для записи. Да, опять же, в Unix API тут есть одна особенность, что комбинация флагов чтения и запись вовсе не дают флаг чтения плюс запись. Это есть отдельный флаг. Но зато можно делать комбинацию с флагом, например, что запись в конец, либо создание файла. И, если вы внимательно посмотрите огромный список флагов, которые есть, например, в системе в вызове Open, там есть чуть-чуть флаг, который называется No More, который нам сейчас будет интересен. Что этот флаг означает? Означает, что вы можете какой-то файл и дескриптор сделать не блокирующим. То есть при отсутствии данных у вас все равно будет возможно выполнение операции чтения, которое не будет останавливать процесс. Но если вы файл не открываете, а уже имеете какой-то готовый файл и дескриптор, откуда этот файл и дескриптор может нам привлечь? Ну, например, вы выполняете систему в вызове Accept и уже получаете готовый созданный файл и дескриптор с уже какими-то флагами. И вот в данном случае нам может быть полезен системный вызов файл Control, который может модифицировать существующие флаги открытия файловой дескриптор. И какие проблемы можно решать установкой флага No More? Ну, во-первых, мы можем решать проблему с блокирующим выводом. То есть как у нас работает системный вызов файл или запись в файл. Если вы пишете куда-то в локальный файл либо файл устройства, то ядро Linux старается использовать всю возможную доступную физическую память, которая никем не занята, под муферизацию вывода. Тут, кстати, бывают тогда очень неожиданные побочные эффекты с ним связаны. Если вы себе ставили Linux на реальное железо, а не виртуальную машину, то наверняка вам нужно было сделать какую-то загрузочную флешку. Вы скачиваете образ вашего дескриптива, пишете команду DD скопировать из одного файла в файл устройства, у вас все достаточно быстро может быть скопировано. Но при этом флешка продолжает мигать и вытаскивать ее из компьютера не нужно. Команда DD завершила свою работу, сказала, что все, мы все скопировали, но на самом деле запись не произведена. Из-за чего такой эффект возникает? Такой эффект возникает из-за того, что запись произведена в локальный буфер, то есть программа DD, которая копирует содержимое файло, она честно завершила свою работу, честно выполнив системный вызов RIG и WRITE. Дальше уже задача ядра операционной системы сбросить буфер, и после этого только считается, что запись завершена. Вот с файлами обычно проблема, что у вас закончился буфер для записи, она не возникает и маловероятно, что вы наполкнетесь на эту проблему, используете он из-за файла. Но кроме файлов у нас еще бывают другие объекты. Во-первых, это пайпы. В Linux есть размер пайпа 64 килобайта, то есть если у вас никто из пайпа не читает, а вы туда продолжаете писать, то в какой-то момент наталкиваемся на ситуацию, что запись невозможна, пока кто-нибудь из пайпа не прочитает. Та же самая проблема у нас связана с сокетами TCP, но здесь достаточно гибкий размер буфера. Вот есть некоторый файлик, который вы можете прочитать с подобычного пользователя, который содержит три числа. Это размеры в байпах. Минимально возможный размер TCP буфера, размер по умолчанию, который у вас сейчас используется, и максимальный размер, который вы можете настроить. Ну, опять же, вы можете это значение дефолтное поменять до некоторого большего, но для этого вам уже потребуется проворота. Вот чаще проблема с блокировками, она возникает не на записи, а на чтении. С файлами, опять же, маловероятно, что вы на эту проблему наткнетесь, но только если у вас не очень любит лист. Системный экзофрит нам может что-то вернуть, в том случае, если он может прочитать хотя бы один байт. И из пайпа, либо сокета. Но если у вас нет даже одного байта, байта в пайпе, либо в сокете, то, опять же, чтение у вас блокируется, и процесс, что происходит с процессом, когда он не может сделать чтение или записи? Кто помнит? В режим ожидания? Да. Процесс переходит в состояние, которое называется слип. То есть он не потребляет процессорное время, он не расходит ресурсы, и блок просто переводит его в спящий режим до тех пор, пока процесс не сможет какие-то данные прочитать. Так вот, если мы ставим вот наш замечательный флаг, либо при открытии файла, либо после создания файлового скриптора, то любые неуспешные попытки, неуспешные это значит, что данных нет при чтении, либо закончилось место в буфере при записи, не приведут к ситуации, когда процесс перейдет в состояние слип. Ну, еще бывает в состоянии диск слип, это именно файловый ввод. Кстати, кто помнит, чем отличается слип от диск слип? Напоминаю, что из слип вы можете сразу процесс перейти в состояние зоны, то есть завершение. То есть диск слип сначала в состоянии ранен, чтобы сбросить уфер, только после этого в слип. Так вот, если у нас есть флаг, который позволяет не блокироваться, то есть процесс у нас не будет переходить в состояние сна, если у нас нет никаких данных, например, при чтении, то стену изофрит вернет ошибку, которая на самом деле ошибкой не является. Ошибка означает значение минус один, и в переменную yerno будет прописан код ошибки. И есть отдельно выделение. Код ошибки, который на самом деле ошибкой не является, на самом деле таких кодов два, если посмотреть, например, на системный вызов Revit. Так, системный вызов Revit. Вот, e-gain. Эта ошибка значит, что файл у нас помечен как файл только для не блокирующего ввода-вывода, но данных нет. И есть еще одна ситуация, когда никакой ошибки нет, это просто к нам прилетел некоторый сигнал. e-enter означает, что у нас пришел сигнал, и через Segection вы прописали поведение System 5. Помните, что бывают разные поведения? PSD-style, System 5-style. Так вот, в PSD-стиле по умолчанию подразумевается, что системные вызовы должны сами возобновлять свою работу после того, как им были прерваны сигналы. В System 5 как раз нет. И в Segection есть флаг SR-restart. Вот, если вы его не указали, и во время какой-то длительной операции, например, ожидаемого ввода, вам прилетает сигнал, то есть стильный вызов возвращает влечение минус один, и в Ярно прописывает как раз вот этот код, что он был прерван с помощью сигнала. Так. Так вот, здесь стены в Изобрит-врайт могут вам честно обращать минус один, вы можете не ждать, пока медленный клиент вам что-то напишет, а переходить сразу, взаимодействуя с каким-то другим клиентом. Впоследствии вернуться еще раз к тому же клиенту, который нам ничего не ответил, который не подготовил данные, для того, чтобы попробовать еще раз вот его что-то запросить, может быть, через какое-то время у него данные не появятся. В случае для системного вызова Accept, тут примерно такая же аналогия, только здесь Accept, если он является не блокирующим, то вернет значение минус один в том случае, когда у нас нет новых подключений, и эту ситуацию мы опять же можем обрабатывать так, чтобы заниматься с кем-то внутри. То есть, на самом деле, взаимодействие с большим количеством клиентов мы можем организовать всего лишь в один поток. На самом деле, в реальной жизни используется многопоточность, но просто для того, чтобы распараллелить задачу по выработке клиентов на несколько ядер процесса. Если мы просто будем пытаться выполнять не блокирующие операции, получая ошибку переходить к обработке других клиентов, и затем возвращаться обратно к тем клиентам, с которыми у нас ничего не получилось, фактически мы превращаем нашу программу в бесконечный цикл Wild Truth, и чем это плохо? Плохо это тем, что если у вас даже нет никакой нагрузки реальной, то есть, например, никто к вам не подключился, клиентов много, или один клиент очень медленно, или несколько клиентов достаточно медленно и не требует внимания. Неважно, какая у вас нагрузка, за счет этого самого цикла Wild Truth, который фактически превращается в конструкцию безусловного джампа, у вас, как минимум, одно-витровое процессор будет всегда болтаться в пустую, что не очень хорошо. Как с этой проблемой можно бороться? Можно ставить какие-нибудь периодические, принудительные паузы на определенное количество миллисекунд, но это очень корявое, постыдное решение. Все понимают, что это делать нельзя. Чем это плохо? Тем, что тут требуется знать некоторую константу, а насколько именно вам нужно заснуть, для того, чтобы сильно не нагружать процесс. И эту константу вы в реальной жизни не сможете оценить никогда, потому что все зависит от того, какая у вас нагрузка. Окей, вы можете подобрать на константу, что если к вам никто не подключился, никто не готов, то раз в 100 миллисекунд делать паузу на 100 миллисекунд, после этого проверяет заново. Но это хорошо будет работать, когда клиентов у вас немного. Да, все, казалось бы, хорошо работает, но как только клиентов становится много, то 100 миллисекунд может быть весьма существенной задержкой. Ну, у нас есть еще ядро. И вообще говоря, ядро знает, кто к нам подключился по сети. Ядро знает, что мы прочитали какой-то кусок из файлов и можем это передать пользователям процессу, который занимается тем файлом и дескрипторами. Почему бы нам просто не использовать ядро и все его знания о файлов и дескрипторах? Для этого существует механизм нотификации со стороны ядра о каких-то событиях, связанных с файлов и дескрипторами. Как это работает? Пользовательский процесс просто заявляет ядро о том, что он хочет знать обо всех событиях, которые возникают с каким-то файлом и дескрипторами. Дальше он может вызвать специальный стильный вызов, который ждет, пока не возникнет одно из событий, которое было предписано ядром. В этот момент, конечно, процесс находится в режиме сна, но ядро обязано распудить процесс, если возникнет хотя бы одно из событий, которым процесс интересовался. Казалось бы, очень простая концепция. Ну и да, она достаточно давно была реализована. То есть, что это может быть за событие? Если вы хотите что-то читать, то событием является поступление новых данных в пайп либо соль. Либо для системного вызова акцепта там может быть новое входящее подключение. Также событиями значимыми являются признак Яндофа, то есть, когда кто-то закрыл противоположную сторону канала, либо соль. Ну, также могут быть всякие дополнительные события, например, получен сигнал, который мешает нам что-то дальше прочитать, ну, либо тайм-аут, если вы хотите периодически все-таки приостанавливать цикл ожидания. Все это является событием. И на самом деле все это было сделано давным-давно, еще в 80-е или 90-е годы. Да, но кто помнит историю Unix System, как раз в 80-е годы появилось два разных разветвления. это BSD Unix и Unix System. Поэтому весь API, который появился уже в 80-е годы, он может различаться в разных системах. современные системы Linux и FreeBSD, ну и macOS как FreeBSD, они поддерживают разные варианты API из соображений совместимости. И в этих системах существовало два системных вызова, которые работали примерно одинаковым образом, но просто с разными сигнатурами, с разными структурами. Один из них назывался Select, другой назывался Call. В чем смысл этих системных вызовов? Вы скармливаете им некоторый массив из файлов-дескрипторов, которые вам интересны. Дальше вызываете систему вызов в Select и WarPol, и они переходят в режим ожидания, до сих пор, пока не возникнет события, связанные с одним из файл-дескрипторов, которые вы искали. После этого нужно пробежаться по массиву и посмотреть, файл-дескриптор готов или не готов к операциям ввода-выбл. Очень простой, казалось бы, механизм, достаточно эффективный в некоторых случаях. Более того, он стал настолько описанным, что ему даже Windows портировали. Но чем все-таки такой подход плох, и почему сейчас новый код не пишется с использованием стенок вызов в Select и WarPol? Проблема заключается в том, что когда у вас тысяча, ну, десять тысяч подключений, то все хорошо, все замечательно, но на каждый вызов Select и WarPol и после завершения работы каждого Select и WarPol вам приходится заново пробегаться по массиву из огромного количества файлов-дескрипторов и проверять с каждым из них готовность, что он действительно готов к работе. То есть Select и WarPol тут это всего лишь частичное решение той проблемы, которая, может, когда-то хорошо решилась в 80-90-е годы, но не в современное время. Потому что что такое сто тысяч одновременных подключений? Ну, это совсем ни о чем. Нормальная нагрузка на какой-нибудь статистический сайт. Тут какой-то момент, начало нулевых или 90-х. Блаткая система FreeBSD, она сейчас существует, там немножко по-другому реализовали механизм по названию Select. Моя главная проблема – это отход массива. А еще есть такая структура, которая называется очередь. Чем хороша очередь? Вы можете в конец очереди в хвост записывать какие-то новые события, а из головы очереди сначала вытаскивать какие-то самые ранние события, их обрабатывать. Ну и хорошая такая структура. Так вот, с теми FreeBSD реализовали такую обработку событий через очередь, которая называется очередь ядра. Кернов-керн. Как происходит взаимодействие с этой очередью? Вы регистрируете точно так же, как и для Select.ly call, какие-то файлы и дескрипторы, которые вы хотите мониторить. Дальше, если происходят какие-то события, то ядро добавляют в очередь эти файлы и дескрипторы, и пользовательский процесс периодически может вытаскивать что-то из головы этой очереди, из ядра, при этом в ядре эти события помещаются как прочитанные и исчезают, ну и дальше с ними что-то делать. Поэтому здесь, если у вас огромное количество файлов и дескрипторов, с которыми вы хотите взаимодействовать, и, например, там только одна десятая часть из них реально готова, вы честно получите от ядра только ту десятую часть файлов и дескрипторов, с которыми вы действительно готовы работать и не тратить время на проверку всего остального. Вот на базе этого механизма, да, как это все делается с программой точки зрения, очередь ядра — это некоторый файл и дескриптор, то есть похожий на файл и дескриптор объект, дедефицировать целым числом их может быть несколько. Если вас интересуют какие-то файлы и дескрипторы, например, полученные от клиентов, вы заполняете некоторую структуру, где указываете, что для этого файла и дескриптора вас интересуют события, готовность к чтению, добавляете прослушку на этот файл и дескриптор, запихиваете это в параметры очереди. Вот после того, как мы все настроили, вызываете еще раз этот системный вызов немножко с другими параметрами, куда передаете массив из структур максимально возможное количество, ну, по аналогии с read, которое можно прочитать количество, ну и самый минимум он блокирует выполнение до тех пор, пока не возникнет хоть какое-нибудь событие. Если у нас хотя бы один файл и дескриптор готов, то он вернет некоторое целое число, это количество элементов в очереди, которые он записал. Вот такой простой механизм. Дальше можно просто пробежаться по этой очереди и обработать файл и дескрипты. Ну и примерно в то же время как раз появился веб-сервер, созданный одним из сисадминов компании Rambler, который называется Nginx. Буквы страшные, тут всего лишь одногласные, которые считаются Nginx. В чем особенность этот веб-сервер? Во-первых, он основан как раз на механизме очереди ядра, поэтому он спокойно, даже на слабых машинах, выдерживает большую нагрузку. Если лет десять назад считалось забором, что надо держать десять тысяч одновременных подключений, то для современных систем сто тысяч одновременных подключений это вполне нормальная практика. Но правда здесь надо настраивать количество файлов и дескрипторов одновременно открытых, чтобы он доступен и так далее. Конечно, не любая доступная другая система по дефолту может. И за счет чего это достигается? Ну во-первых, у вас есть несколько, ядер у процессора, то есть вы можете задействовать несколько потоков, какое-то фиксированное количество, делать потоков больше, чем у вас реально есть ядер. Это не очень осмысленно. Ну и дальше мы просто поднимаем какие-то подключения, обрабатываем, выберем данные. Данные, опять же, можно сходить в памяти, не обязательно брать диска. Что плохого во всей этой концепции? Плохо то, что здесь нет никакой изоляции между разными клиентами. Поэтому сервер Nginx в первую очередь используется как прокси-сервер, который выдерживает большую нагрузку на входе, дальше возможно выполняет балансировку нагрузки, раскидывает все по другим уже бэкэндам, которые реально в мире контент. Ну, либо тут он дает встать. То есть, есть два основных веб-сервера для системы Linux. Один из них называется Apache, другой называется Nginx. Вот Apache он предназначен как нечто универсальное, можно делать все что угодно. Запускать CGI скрипты, делать очень простое взаимодействие с какими-нибудь бэкэндами. Nginx в этом плане менее функциональный, но зато он более ориентирован на большое количество ключей. Так, и это все начало нулевых. Я вам рассказываю про некоторые серверы, которые есть в системе Linux. для этого говорил, что есть какой-то механизм, который реализован в системе FreeBSD, про который вернись, все из вас слышали. Никого это смущает? Ну, ладно, на самом деле в Linux то же самое. Это называется другой. И сделан тоже, может так, не так. В Linux примерно в то же время, то есть год 2004-2005. Ну, как в Linux 26 начали говорить популярным. Появился похожий механизм, который фактически переписали с FreeBSD, но немножко по-другому назвали поля, по-другому назвали структуры. Есть все то же самое, называется Телепил. Дизайн тот же самый. Поэтому обсуждать софт тут не очень, но тут мы получаем некоторую проблему. Представьте себе, что вы хотите написать какой-то софт, который должен работать везде, неважно, это был сервер, FreeBSD, Mac, Linux. Ну, на Mac и серверах, конечно, уже экзотика. FreeBSD, OpenBSD еще встречаются. Особенно в каких-то небольших системах. И тут можно влиять на тенденцию, что с каждым годом эти системы начинают происходиться друг от друга все дальше и дальше. И, казалось бы, очень похожие концепции, реализуются все примерно одинаковым образом, но приходится писать разные пункты для разных систем. Как с этим можно бороться? Ну, либо писать какие-то куски под их ЕФами, то есть проверять, что этот код нужно компилировать только под ЕФ, но этот компилировать только везде. Ну, либо воспользоваться некоторыми готовыми библиотеками, которых за вас тоже сделано. В частности, для механизмов очередь ядра и ЕПО есть библиотеки Ливейгант, которые потом какой-то момент перебивали в Лив, ЕФ. И, если говорить про плюсы, есть такой большой фреймворк, который называется Boost, который очень не любят во моих компаниях. И вот один из модулей этого Boost как раз предназначен, опять же, для такого синхронного взаимодействия и на разных системах используют разные механизмы, которые, по сути, делают одну и ту же. В том числе, кстати, работает и под Windows, где тоже есть некоторый аналог очереди ЕПО. Так, что еще есть, кроме очереди ЕФО? Если вы... Так, на питон, по идее, вас у всех будет. В питоне, не помню, то ли 3.6, то ли 3.7 версии, появились причины слова под названием осинковые. Встречали ли они такое? Ну, что-то в синхронности такое, да. На самом деле, это не только в питоне, есть еще и другие, извините, в частности, JavaScript, Dart, в которых есть такое понятие, как асинхронно-ориентированная программира. В чем оно заключается? Если у вас есть какая-то потенциально долгая операция, например, ввод-вывод, который неизвестно, когда завершится, либо сетевое взаимодействие, то функция, которая выполняет эти операции, она возвращает не результат своей работы, а некоторый объект, который называется фьюч, или будущее. В C++, кстати, тоже есть класс с таким названием, делает примерно то же самое. Дальше, около объекта класса фьюч, есть метод, правило называется либо Zen, либо еще как-нибудь, в который можно скормить некоторую функцию обработчик, которая будет выполнена в тот момент, когда данные реально будут готовы. Эта функция выполняется. Либо можно сделать приведительное ожидание готовности объекта, в некоторых языках программирования существует конструкция под названием Awake, ну, либо на плюсах приведительно вызвать ожидание от фьюча, когда авейт будет готов, фьюч.awake он называется, и вот такой подход называется асинхронным, когда вы откладываете какие-то вычисления, до тех пор, пока они не станут вам нужными. На самом деле, примерно то же самое, еще у нас реализовано в ядре, и, полилуя, одинаково реализовано в BSD-системах и в Linux. Называется API асинхронного ввода-вывода. Примеры системных вызовов, по которым можно что-то почитать и посмотреть примеры, приведены на слайде. Казалось, вот она, панацея, красивое решение, как работать асинхронно с файлами. Но до недавнего времени поддержка асинхронного ввода-вывода в Linux была достаточно отвратительной. За это ее сильно критиковал Linux в свое время. Отвратительная в плане производительности. Поэтому особо популярно этот API-нист. Хотя у них ядро 5.1 сделал хорошее решение, может стало что-то и получше. Так, ну и все это работает с файлами-дескрипторами. И на самом деле вы можете делать некоторую иерархию. Что нам возвращает, например, системный вызов. EpoL create Он возвращает некоторые инстансы объекта EpoL в очереди ядра. И при этом само возвращаемое значение типа int является файлом-дескриптора. Что можно сделать с файлом-дескриптором? Вы можете заказать его в другой EpoL. В смысле на это? На самом деле это очень удобная фича. Потому что вы можете делать некоторую иерархию гриловидную в ваших файловых дескрипторах. Объединять файловые дескрипторы в группы. И тем самым дожидаться готовности уже каких-то определенных групп. Кроме EpoL create бывают еще другие специальные файл-дескрипторы. Которые используются только в Linux. Потому что в других ее системах не реализованы. С одним из них вы уже сталкивались. Называется Signal ID. Помните такую штуку? Signal ID это специальный файл-дескриптор. Из которого можно прочитать объекты по названию информации о пришедшем сигнале. Ну и кроме сигнала, где еще бывают файлы-дескрипторы, связанные с таймером. То есть как сделать самый простой таймер на системе пользователя Linux. Создать файл-дескриптор, которые периодически попадают в некоторые объекты таймера. И периодически их ищут. Обычным блокирующим выводом. Неблокирующим выводом не особо есть. Ну и еще есть EventFD, предназначенный для общения между собой разных потоков. Куда можно передавать данные. Например, на каждую сторону. И будет гарантироваться на передаче данных. Так что не будет возникать никаких проблем с многоточной сигнализацией. Так, ну и что это за картинка от Дудали? Такое очень позитивное что-то. На самом деле это высокая нагрузка. Ладно, на этом все. Есть ли у вас вопросы? Можно задавать голосом Zoom, если кто-то подключился дистанционно. О задании нам надо следить. Не нужно делать домашнее задание. Надо думать о том, что во время ожидания ответа прилетит сигнал такой-то. Но в данном случае, смотрите, если вы обрабатываете сигналы, вы можете при регистрации обработчиков сигнала поставить флак из ареста и не задумываться. А из ареста продолжились? Это означает, что, да, то системный вызов блокирующий, который был остановлен сигналом, он будет перезапущен. И потому что, по мнению, то место откуда начало. А если вы не делаете обработчик? А, то он не прилет. Нет, если вы не делаете обработчик сигнала, то будет действие по умолчанию, и, как правило, это совершенно бессмысленно. Потому что для большинства сигналов действие – это прибить процесс. Еще вопросы? Ну ладно, если вы не делаете обработчик, тогда вы свободны. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова А.Кулакова И.Н. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...